Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас из города Курорт-Анапа. Зовут меня Юрий Азаровский. Сегодня мы находимся в центре города, на улице Грибинской. Хочется немножко вам рассказать про ситуацию с дюнами. Мы недавно выкладывали видео на основном канале, который сейчас под баном, который, я думаю, уйдет туда гораздо глубже и сильнее, о том, что было захоронение, сжигание мусора. Давайте посмотрим видео сюжет о том, что говорит, так сказать, виновник, которого назначили, я так понимаю, именно на эту должность. Нужно было нам вывезти мусор. Перед этим мы его сортировали на территории данных барханов. На тот момент не знали, что этого делать нельзя. Конечно, в дальнейшем мы планировали отсортировать мусор и все это вывезти. Но так как не знали, что этого делать здесь нельзя, решили, что здесь в этот день приехали представители местной администрации, казачества. Ну и после этого уже я понял, что совершило шутку. После этого мы в этот же день весь мусор вывезли на утилизацию. Не было нас, мысли здесь ни в коем случае закапывали ничего. Мы навели здесь порядок, полностью вывезли мусор, полностью все здесь прошли с дроблями. Мы по порядку сделали вывоз его отсюда. Я не знал, потому что я не местный. Не знал, что надо было такое отношение к мискам, что вообще нельзя здесь ничего спонтировать, никакой мусор и так далее. Большой мусор, конечно, контракт. Прокуратура пообещала провести проверки и дать вообще информацию о том, что происходит, как происходит и наказать виновных. Будем в это верить и очень сильно ждать. На календаре сегодня 10 марта 2023 год. Я вас всех приветствую. В дне солнечной, дождливой Анапе идет к мелкой дочке, которая сегодня будет нам мешать нашей прогулочке. Но все равно она состоится. Посмотрим на море и факт 30-летия победы. Там меня ждет подарочек, за которым мы с вами, собственно, сюда и приехали, чтобы его забрать. Машин у нас здесь очень много. Работает Бургер Кинг. Некоторые торговые точки, в которых продаются товары курортного ассортимента. Так как у нас, в принципе, здесь есть анатолий круглогодичный, плюс в Анапе очень много тех же самых беженцев. Можете увидеть, что кто там, кто здесь, торчки открыты. Продавцы сидят и ждут покупателей. Также в Анапе очень чисто. Видим, как сейчас при нас здесь работают наши дорогие дворники, которые наводят порядочек в мусорках, пакетики. Красота и чистота. Парковка уровень БОХ называется, частично на тротуаре. Это из-за того, что установили вот эти вот столбы. И теперь, ну, не хочется далеко на своей торговой точке ставить место, либо от своей работы. И вот так вот паркуются эти машинки, к большому сожалению. Хоть у нас и работают эвакуаторы, но они не везде успевают. Но происходит или реконструкция, наверное, правильно назвать, потому что, видите, работают ребята и переделывают навес. Значит, будет то же самое, только с новым навесом. Что и было здесь. Заведение, усилительное и для виды столовая работало. Будем следить за этим всем. Дальше посмотрим, какой вид оно придет. Ждем лето, когда запустятся все наши усилительные учреждения, такое, как этот аквапарк. И будет все работать. Кстати, парковки здесь есть и бесплатная, на которой я припарковался. Было все одно упаковочное место. И туда дача платная парковка. А туда дальше есть, возле стадиона, еще одна платная. И к Грибинской, Горького, Пересеклестка, тоже есть платная парковочка. Но, как говорится, эх, не единым живы. Здесь, смотрите, парень припарковался, прям перекрыл выезд. Здесь у нас службы наши находятся, которые занимаются городом. И им закрыли въезд сюда. Работает мангал с донок. Можно купить из Шаварму. Сегодня, так смотрю, что особо некому продавать, потому что все разбежались. Вот уже пошла ругань из-за машины. Говорит, я тут рядышком, ненадолго, сейчас приду. В общем, так всегда и происходит. Здесь была столовая, смотрите, тоже идет какая-то реконструкция. Все меняется. А здесь Грек-стрит на углу. Работают, люди сидят, отдыхают. За такими окнами мягкими. Шикарно, с видом на море, по-моему, что, может быть, улучшило. Надо перекусить, играть легкая музычка. В общем, такая курортная обстановка для Анапы выглядит восхитительно. Сюда дальше у нас есть прогулочная зона, шикарная, правда, без каменчик. Может быть, к лету они опять появятся туда. Дальше там еще очень много разных скамейчиков. Мусорки есть, все есть. Заходим на лаунж-зону. Здесь работает кофейня с левой стороны с бочками. С правой стороны шашлычная. Мангал. И там можно вечером потанцевать, посидеть. И люди туда ходят. И, пожалуйста, поешь шашлычка. Ух ты! Вот это вот я не видел конструкции. С горочкой появилась, с качельками. И уже, пожалуйста, даже в дождик там сидят. Под крышей детки и играют. Красота. Анапа дождливая. Вот такая невероятно классная. Здесь у нас подкармливают чаек. Меня немножко испугались. Голуби не боятся им все равно. И здравствуй, Анапа море. Хоть и дождь, но здесь все равно хорошо. Температура воздуха сегодня плюс 12 градусов. Такая отморская красота и идиллия. Поубирали всю ту зону, которая была зимой в Анапе. Адресована уже. Все переделано под пляжную территорию. Ну, а здесь качельки ждут гостей. Даже в дождливую погоду есть люди, которые приходят посидеть. Красота, друзья. А мы подходим к надписям моря. Которые очень любят ображивать чайки. Ну, смотрится, знаете, уже родное такое. Сначала все убирали. Море в море. Ну, пожалуйста, шикарно. Напишите, как вы относитесь к этой надписи. Море в море. Мне будет интересно ваше мнение. Не забывайте поставить лайк и подписывайтесь на канал. Пока основной заблокированный. Может быть, он не разблокируется живем на маленьком. Здравствуй. Людей, гуляющих сегодня не так уж и много. В основном тишина и пустота. Так красиво ребята прячутся под зонтиком от дождя. Эх, Анапа, как я тебя люблю. Фантастическая. Красота, когда ты приходишь и море чисто. Это берега шикарные, убранные и манящие. Сегодня у нас дует ветер. Но он дует туда, на Джамоте и Витязево. Там сейчас все в сильной дымке. Из-за этого здесь более-менее комфортно находиться. Потому что ветер нас практически не затрагивает. Вот если бы мы были в Витязево или Джамоте, там бы она сегодня сдувала. В такую погоду я не захотел поехать, насладиться морем. Так как вчера это все получилось очень даже удачно. Немножко люди спорят со мной по поводу песка. Но вот если вы не знали, здесь, в Анапе, центральный пляж, это полностью насыпное. То есть отсюда песок уже давным-давно смыл, который был. Вообще, в принципе, падение реки было в этом районе. Насыпной пляж. Так что те, кто отдыхают в Анапе, говорят, что вот это песчаные берега на центральном пляже. Ребятки, вы грандиозно ошибаетесь. Потом приезжай ко мне, допустим, на съемки. Кстати, приглашаю на фотосессии. Ребята, сделал красивые фото. Надеюсь, в этом сезоне будем работать. Все будет хорошо. И удивляются, какой песок, какой песок. Даже туда дальше, вот где-то до восхода точно. Там речной песок, который выносит речка Анапка. А вот уже в Джамате начинаются наши кварцевые россыпи песка. Совершенно другое качество. У него и совсем другие полезные свойства. Взяв зонтик, дождик, будет вам не помеха. Либо вот какую-то клеенчатую курточку. Одеваем, вы получаете пляж, который полностью ваш. Очень хорошие прогулки для тех людей, кто особо не любит большого скопления народа. Целебные свойства. Тогда море еще больше. И вот у вас вода. Шикарная красота. Недавно мне присылали видео. Здесь были водоросли. Сейчас их уже поубирали. Немножечко остатки. Ну, либо море утащило обратно. Потому что было полно. Ну, вот эти кучки, которые есть, они дают неуютные ароматы. Ну, их мало. Это уже больше пристать. Видите, камушки в берегах. И берег опять в этот сезон уменьшился. Значит, сюда будут заводить опять песочек. Вот так вот выглядят лечебные пляжи. Мы выходили с центрального пляжа. Напа, не путайте. Меня наши деятели всегда поправляют. Потому что ругаюсь. Говорят, центральный пляж. Напа, говорят, это лечебный пляж, которым относится именно санаторий. Города Куров-Танал. И идем в парк 30-летия Победы. Выходим из подарочки. Здесь ситуация не меняется. Под навесом спрятались люди, которые хотят слушать море и дышать им. Но при этом не мокнуть. И ждут, наверное, когда закончится дождик. В ту сторону у нас проход к алым парусам и верхней набережной. Но мы заходим в парк 30-летия Победы. Телеграм сегодня опубликовал о том, что мучила бессонница. И большинство людей сошлись на мнение, что это из-за перенапряжения. Ну и плюс эмоции. Хочется такого всего прекрасного и мирного. Но, к сожалению, новостей таких очень мало. Смотрите. Подписчица. Здравствуйте. Вы также в такую погоду мороженое продаете? Приходите, покупайте. Наслаждайтесь. А ну что, весна скоро-скоро люди будут. Парк. Красив. Здесь чистота и порядок. И вот такая вот красота. Но опять, смотрите, появляются какие-то новые деревья, что не может не радовать. Реально получилось совершенно уютно. И как место притяжения, а не как на рынке находишься. Действительно парк, который достойно украсил наш любимый город Нунапу. Я просил вот такой вот у своих подписчиков подарок. И, как мне сказали, что на тебе, Юра. Ну, добавили еще вот такие вот прикольные. Вот это вообще просто пушка смотрится как квадратно. Моя куртка уляжет. Видать, я поменяю. Но вот это прям просто огнище. Здравствуйте. Я Ворка. Пока был там. Уже кончился дождик. Надежда. От души вас благодарю. Спасибо большущие за такую просто невероятную поддержку. Я там парочку себе оставлю, остальные задарю ребятам, которых встретим. И поменяемся, может, с ними на что-то интересное ихнее. Вот так вот, ребятки. Просто отправил свою мечту о том, что вот хотелось бы. И вот вам в ответ прилетело такое счастье. Здравствуйте. Я Ворка. Вышли с вами на улицу Горького. В ту сторону у нас находится театральная площадь. Здесь более все живо выглядит. Больше людей гуляет по Анапе. Ну, а мы прогуляемся с вами уже непосредственно туда вниз. У нас нет заморозков. Интересно, когда запустят фонтаны. Я вот каждый год жду, когда заработают фонтаны. Для меня это уже такое, знаете, своеобразное начало сезона. Очень хочется, чтобы это было побыстрее. Порывами ветра, видите, наломало веток. Их собрали в кучку и в скором времени все вывезут. Вот знаете, когда сильно любишь город, и даже в такую пасмурную погоду он у тебя вызывает бурю просто великолепных эмоций, чувств таких классных. Ты идешь и прям дышишь, и живешь, и настроение улучшается. А это самое главное, чтобы настроение было хорошее. И здоровья, и мирно не было. Вот столько компонентов, которые я назвал. Додо-пицца. Полную народу. Сидит улица Краснодарская. Пересечение с улицы Горького. Здесь у нас такой своеобразный центр, что ли. Максимальное количество людей. Машин много, музыка играет, кофей не работает. Кофе-лайк очень любил одно время. Сейчас все это дорого. Не до этого, как говорится. Мне рассказали, кстати, историю вот этой вот аллейки. И я тебя прекрасно понимаю, почему она не работает. Потому что не доделали, потеряли контакты с теми, кто это восстанавливал. И сейчас вот все эти ресиверы не могут запустить, чтобы они работали именно так, как надо. Что с ней надо делать? Убирать. Я бы, честно, вообще пустил бы, может, сюда какие-то растения вьюны зеленые. Но вопрос сразу встает, а кто потом эти листья будет все убирать за ними. Ну и же вечно зеленый какой-то вьюн можно было бы сделать. В общем, Анапа, срочно звуки болгарки, готовится к сезону. Скоро все будет цвести и пахнуть. Да уже в Телеграм смотрите очень многие. Моих подписчиков присылают мне разнообразные цветочки, которые у них вылазит. Весна уже пришла. Уже тепло, уже хорошо. Сегодня хотел попросить вас, если вдруг у вас есть друзья, которые меня смотрели, перешли к ним ссылку на канал второй, с которым мы сейчас вещаем, чтобы они туда подписывались. Потому что YouTube не скоро всем даст оповещение о том, что есть похожий контент, который они смотрели ранее. Тот канал сегодня получил еще одно предупреждение. Так что, думаю, разбана от скорого не будет. Как я, в принципе, рассчитывал, но она вообще уйдет в небытие. Жалко столько лет работы. С одной стороны, с другой стороны, это равноценный обмен. И даже то, что мы сделали, гораздо больше, чем YouTube-канал. Ну что, мои дорогие друзья, сегодня мы с вами совершили небольшую такую лайтовую прогулочку по городу Анапе под дождем. Забрали великолепный подарок. Надеюсь, что удалось вам передать мое настроение. Почему-то вот именно после этой поездки она такая прям восхитительная, классная и прекрасная. В чем еще мечтать, чего еще хотеть, когда ты видишь, как работают профессионалы. И лишь надо желать им удачи и силы, воли, духа. Ну а я вам всем желаю, в каждый ваш город можно быстрее, чтобы пришла весна, наступило лето. Было все красиво, закончились все конфликты. И было только мирное небо и ваши приезды на Черноморское побережье. Ну, либо другие места силы, которые для вас таковыми являются. Не забывайте лайкосик под видосик, подписывайтесь на канал. С вами был Юрий Озаровский, которому больше всех надо, при этом черноморский.